Каждый раз, когда мы видим шестиконечную звезду перед нами, у нас появляется ассоциация, это что-то связанное с еврейским народом. Почему же она стала символом, нашим символом на всю историю? Шестиконечная звезда, это переводит Маген Давид, щит Давида. Поэтому самое известное простое объяснение связано с том, что в армии у царя Давида использовался щит в форме шестиконечной звезды. Это было два треугольника друг с другом, которые образовали шестиконечную звезду. Итак, армия царя Давида была известна тем, что он использовал такой щит этой формы. В каббале объясняется, что цифра 6, это символизирует, что есть четыре стороны света, запад, север, юг, восток. И также, это в плоскости, но также это показывает, что есть наверху, есть вверх, есть вниз. Мы показываем этим, что Творец нас полностью окружает со всех сторон, он существует везде, со всех четырех сторон и также наверху и внизу. Поэтому именно шестиконечная звезда напоминает нам об этом аспекте. Маген Давид, эти слова Маген, щит Давида, это шесть букв. Мем, гиммел, нун. Далет, ваф, далет. Именно образует три и три, это шесть букв, которые опять же говорят о шестиконечной звезде. Кроме этого, если мы посмотрим на форму этой звезды, то мы увидим, что у нее есть, каждый из треугольников образует две стороны. Поэтому у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать сторон, которые показывают, что у нас есть двенадцать колен. Еврейский народ соцвет двенадцатый колен, и все они вместе. Этот Маген Давид, эта шестиконечная звезда, она показывает, как царь Давид, как наш царь, он показывает наше единство, что мы все находимся вместе. А как вы думаете, как выглядела печать царя Давида? Можно было подумать, что это наверняка был сам Маген Давид, который бы показывал нам, символизировал его успех в битвах. На самом деле нет. Его печать выглядела изображение посоха и сумки, которые использовали пастухи. Даже во время своего царства, своего долгого царства, он напоминал себе каждый раз, что он на самом деле тот же простой медный пастух, который был выбран царем еврейского народа.